Привет, дорогие друзья! Сегодня я продолжаю тему пасхального декора и предлагаю вместе со мной делать гирлянду из зайчиков. Итак, вот материалы, которые, я думаю, нам понадобятся. Кроме них, я возьму еще какую-то ленту, посмотрю, на которой будут наши зайчики лучше всего держаться. Для пасхального декора я буду использовать вот такую блестящую, это упаковочная для подарков бумага. С одной стороны белая, с другой красивые переливающиеся розы. Для начала нам нужно сделать эскиз. Эскиз? Да. Для эскиза я возьму циркуль, благо он нашелся. И сделаю кружочек. И один поменьше. Так. Опа. Ну, ничего страшного. Кроме этого, у зайчиков должны быть ушки. Ушки. Ушки? Ушки, зайка. Ушки. Ушки на макушке. Да. Эскиз готов. Нормальный? Да. Ну, плюс-минус нормальный. Вырезаем эскиз. Ну, все. Вырезаю. А у тебя ушки на макушке есть? Нет. Нет? У меня... А на голове нет ушков? Да. Есть. Есть. Ура! У Костика есть ушки. Вот такие. Я предлагаю немножечко подрезать по бокам и придать овальную форму, чтобы наш зайчик не был похож на снеговичка. Следующий этап перенести на нашу бумажку зайчики. В комментариях напишите, понравилась ли вам гирлянда и какой пасхальный декор делаете вы? Ну, давайте теперь вырежем зайчика и посмотрим, чего получается. Берем линейку, карандашик и розовый гидренный фоамиран на 12 кружочков сделаем. И как вы уже могли догадаться, это будет милый маленький хвостик для нашего зайчика. Он будет выглядеть контрастно и очень здорово. Дыроколом делаю отверстие. Через него будем протаскивать вот такую вот яркую зеленую, ну, веревочку назовем. Так, и вот наша прекрасная гирлянда из бумаги к светлому празднику Пасхи уже готова. Сейчас я вас приглашаю подписаться на канал. Если вам понравилось видео, обязательно поддержите меня лайком. Мне это очень-очень нужно и очень вдохновляет. Прекрасного вам дня и до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok